Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий Балковский, goldenfront.ru. Это 44-й выпуск «Золотых заблуждений». Это, так сказать, выпуск проверочный. Он не столько заблуждательный, заблудительный, сколько показательный в качестве, так сказать, такого индикатора, опять же, интереса к золоту. Мы в последнем выпуске австрийского обозрения об этом подробно говорили. Вот это вот еще один интересный индикатор. Мы разберем выступление небезызвестного Евгения Когана, инвестбанкира и профессора высшей школы экономики, которое посвящено, как вы, наверное, уже догадались, золоту. И, кстати говоря, спасибо большое нашему постоянному зрителю, хитрому лису за наводочку на этот клип. Очень приятно. Этот ролик был сделан буквально несколько дней назад. Это интервью с Евгением Городиловым, главой компании, которая занимается продажей, покупкой золота через, так называемые, золотые банкоматы. Но давайте мы с вами вспомним, что мы про Евгения Когана клип уже делали. На самом-то деле в июне 2020 года. И вот, что он тогда говорил про золото. Мы покупаем золото в слитках. Классная штука. Погладить, облизнуть можно. Очень антикоронавирусная. И вот, что Евгений Коган говорит про золото спустя каких-то два с копейками года. Можно говорить, наверное, днями, часами, годами. Потому что эта тема бесконечна. Мы ещё помним, что из Ветхого Завета, когда, так сказать, даются указания, чего делать, было сказано, ну, в частности, так сказать, священная книга, было сказано о том, что если, так сказать, ты хочешь быть в надёжности, хочешь хранить свои деньги как надо, то ещё древние книги говорили, разложи свои деньги по разным, так сказать, углам. Это что-то в землю, что-то там. Ну, ценных бумаг тогда не было, но тем не менее. Что-то в ракушке. Но обязательно вложи какую-то часть в золото. Времена изменились, но золото по-прежнему востребовано. Какие можно, друзья мои, извлечь уроки из такого радикального изменения мнений о золоте у человека довольно зрелого, да, и, в общем, человека с положением, который в финансах разбирается, он, конечно, если посмотреть, например, на американский рынок, на голоса, которые говорят на английском, о инвестициях, о золоте, то, конечно, Евгений Коган не тянет даже в первые 500 этих голосов. Вот в России вся эта финансово-экономическая сцена чрезвычайно маргинальная. Ну, это не наши сильные стороны говорить обо всём этом. Он в заставке к своему последнему выступлению, интервью с Евгением Городиловым, он смотрит как бы в будущее мудрыми такими проницательными глазами. На самом деле совершенно не требовалось говорить таких резкостей про золото. Совершенно не требовалось. Это фундаментальный, основополагающий актив для финансов. Он всегда им был, всегда останется. Физическое золото. Потому что у него нет контрагентского риска. Говорит, что оно хорошо тем, что его можно облизнуть. Есть очень-очень много успешных и куда более зрелых финансистов и по возрасту, и по уровню понимания вещей на финансовых рынках, которые к золоту относятся с огромным уважением. Не имеет смысла так его похаять, как на привозе. Выглядело это очень глупо, Евгений Коган. Очень глупо. И через два года что-то произошло. Да ничего не произошло за эти два года. Причины ценить золото, они были такие же валидные, такие же убедительные. Два года назад, три года назад, десять лет назад, как они сейчас. То есть ничего не изменилось. Ситуация стала хуже, да. Но она и тогда была ужасна. И Евгений Коган, если он преподает в высшей школе экономики, мои соболезнования тем, кто там учится. Он должен был об этом знать. Зачем такие резкости? Непонятно. Мне непонятно. Но второй момент более такой прагматический. Если посмотреть на большинство выпусков нашей серии «Золотые заблуждения», то в основном ее участники просто дурачки. Ну, не будем этого скрывать. Ну, просто очевидно. Просто люди несут чушь. Они вообще ни о чем, никакого представления не имеют. Но рассуждают о финансах, опять же, о золоте, об инвестициях. Конечно, Евгений Коган не такой. Несомненно. Он чувствует, откуда ветер дует. И поэтому, опять же, те, кто собирается что-то купить, возможно, возможно, такое переметывание, такое переобувание, оно о чем-то и свидетельствует. Возможно, Евгений Коган что-то понял. Что касается Евгения Городилова, он говорит совершенно правильные вещи. На самом деле, стандартные золотожущие вещи. Про то, для чего нужно золотого. То есть, я не буду их перечислять. Можете послушать это интервью. Ну, если кто-то только, опять же, начинает смотреть на золото, начинает им увлекаться, интересоваться, то, конечно, послушайте. Но концепция продажи золота через черный ящик с золотыми полосками, где тебе нужно показывать паспорт, покупаешь ты там, насколько я понимаю, золотые слитки с номером. Тебе надо везде регистрироваться. Евгений Городилов в своем интервью сказал, что он золотом занимается с 2016 года. По всей видимости, Евгений золотом занимался как управленец, но он им не торговал, в руках его мало держал. Потому что ваш покорный слуга подержал в своих руках очень-очень-очень немного золота. Я знаю людей лично, которые золотом болеют, интересуются. Из них, конечно, большинство очень далеко от того, чтобы подходить к какому-то банкомату и там паспорт вводить. Может, еще глаз сфотографировать или отпечатки пальцев оставить, или слюной как-нибудь там зарегистрироваться. То есть, это, конечно, хорошо, я уверен, для Дубая или для какого-нибудь центра международной торговли где-нибудь, допустим, в Москва-Сити. Но я не представляю, как люди будут сдавать туда, допустим, 20 филармоний золотых. Я сам в одну унцию каждая. Это как они будут делать? А если они не хотят тубу раскрывать, эту красивую, аккуратненькую тубочку с красной крышечкой, то им что нужно делать? Это они прямо на улице будут стоять и засовывать туда эти золотые монеты. И котировок на сайте Goldex тоже нет. Я считаю, что концепция нерабочая. Непродуманная концепция, на самом-то деле. Говорю это как золотой жук с большим-большим стажем. То есть, нужно, конечно, было все это продумать. Вообще, это холодно просто. Я не холодно. Знаете, ящик черный такой угрожающий. Золото – это теплый металл. Он любит быть в руках, и руки его тоже любят. Человеческие. Поэтому вряд ли у этого проекта есть какое-то будущее. Я очень сомневаюсь. И потом это было бы хорошо для сдачи колечек, допустим, и сережек. Ну, вот дядька пьяный, который приходит в понедельник с утра в ломбард, стащил у мамки последние серьги ее. То есть, он что, будет их совать в банкомат? Да не будет, конечно. Во-первых, не разберется, как с ним работать. Короче говоря, вот так вот. Но приятно, приятно, что на Евгения Когана снизошла ясность, скажем так. С вами был Дмитрий Балковский. Goldenfront.ru. До свидания. Дмитрий Балковский.